Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Проблема банальная. Мужча изменил вместе 14 лет. Детей всегда были друг за друга одним целым, лучшими друзьями, идеальная семья, 100% доверие, как мне казалось. Поехали на отдых, большой компанией. Я детьми легла с подраной, он остался с друзьями, выпивали. Ночью я вышел его спать и уложился, столом не нашла. Я нашла в палатку у подруги. Выскочил в одних трусах, в шоке. Утром объяснили, создая, что ничего не помнит, ничего не было, до секса не дошло. Он просто вырубился про испрощение, раскаивается сам от себя в шоке. Я вижу, что страдает, но я не могу забыть, простить, напоминаю, ему ковыряют рану. Несли по ночам, представляю себе это. Я не скандально пытаюсь обсудить, спрашиваю, почему, какие бы их мысли были. Он говорит, что никаких женщин этому не интересно вообще, просто пьяный бред и не больше. Проблемы над сексом не было, эмоционально доступны друг для друга. Теперь я начинаю искать эти проблемы. Постоянно кручу в голове, почему, когда, чего. Мужчин человек очень сдержанный сам по себе, вот когда выпьет, раскрепощается. Я понимаю, что, возможно, в этом причине хотелось почувствовать себя в другой шкуре, особенно, когда ему оказывают знаковнимание. Я его и оправдываю, и не могу не винить. К женщине этой, наверное, претензий не имею. Ей терять нечего на одинокую. Виню только его, потому что он поставил на конце, когда принял свое решение пойти куда-то с ней. Я скажу с ума и сложу с ума его поисками ответов. Помогите, пожалуйста. В первую очередь хочется сказать, что у вас травма психологическая. И юных не прожить, и ваши чувства тоже. Проживая свои чувства, вы сможете лучше увидеть, что с вами происходит. Я не думаю, что обвинение его или у кого-либо еще вам поможет. Потому что нет здесь виноватых и правых. Но я обращу внимание на то, что с одной стороны, вы говорите о идеальных отношениях, сто процентов на вере, что лично я воспринимаю как слияние. То есть для меня это слияние, вот ваша тенденция к тому, чтобы находиться в отношениях, как вы слияли. То есть, по сути, это вот вероятно нарушение личных границ. Это первый момент. А второй момент касается, как мне кажется, того, что вы, на мой взгляд, опять же, ведете себя с ним как родитель. Мне так показалось, по крайней мере. Потому что эта история про то, что выйду и уложу спать, ну, несколько не похожа на заботу, да, а больше похожа на либо контроль, либо вот отношения матери к ребенку. Вам, естественно, это не понравится, то, что я сказал, возможно, вы сейчас со мной не согласитесь. Вот. Но, тем не менее, с точки зрения психологии, это модель женского... ой, модель родительского поведения. Вот. То, что вы с детьми легли с катрана, тоже, в общем-то, наводит на определенные мысли. Ну, в смысле того, что будь вы друзьями с ним, как вы говорите, вот, но вряд ли бы вы легли спать, а скорее, ну, осталось бы с ним и... и... ну, продолжали бы... Филипп и Михаил, что вы легли спать, говорит о том, что... ну, что вы больше либо как мать своих детей выступаете, либо... а... как... ну... ну... как жена, в данном случае. Вот. Опять же, это... неплохо. вот. Но... вопрос сейчас заключается в том, насколько мне комфортно. Вот. То есть, у меня создалось такое впечатление, что вы занимаетесь такую... а... как бы так сказать... а... такую... проактивную позицию больше, а вот... по отношению к своему мужу, он занимает такую... больше... а... больше... пассивную позицию. Вот. И... соответственно, это все говорит о некоторой... некоторой деструкции ваших отношений. Вот. Потому что самая по себе ситуация, реально, немножко... немного нелепа, по той причине, что... а... изменяться, значит, своей жене... посмотрите, когда она может выйти, да... из палатки, ну... то есть, как бы в соседней... палатке, это, ну... по меньшей мере... стран. Вот. То есть, явно... а... человек... именно... изменять вам... ну... 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 не... не собирался. Вот. Это все произошло. Стандартно. Но важно, конечно, немножко другое. То есть, это спонтарно стало возможным. Это значит, что... что... что-то вашему мужу не устраивает, что-то... и... он остается неудовлетворенным чем-то. Вот. То, как вы говорите... про ваши отношения... вот, говорите о двоих... тоже выдает, как... выдает вашу проактивную позицию. Опять же. Вот. Вот. Но вот на эти вещи я бы, в первую очередь, рекомендовал бы обратить... обратить ваше внимание. Вот. А дальше уже разберемся. разбираться... разбираться по... ходу. То, что вас заделает, у нас только сильно... говорит о том, что либо у вас есть проблемы со самооценкой, либо у вас есть страх от... ну... по сути... страх быть брошенным. вот. Это важный момент, потому что это ваши личностные проблемы, которые, на мой взгляд, нужно решать отдельно, без привязки к мужу. Вот. А вот, пожалуй, такой аспект. Далее, вы говорите, что он поставил на кон все, и за это вы его вините, так как будто все ответственность за семью и за отношения лежит на нем. Это не совсем корректно, потому что отношение строит оба человека, соответственно, на кон он один поставить все не может. Но это в какой-то степени выдает ваше отношение, ваше восприятие. Вот. В смысле того, что если вы в этом видите игру ва-банк, то, вероятно, вам эта тема как-то близка. То есть вероятно, что вы сами что-то ставите на кон. То есть сами идете ва-банк. Вот. Опять же нужно разобраться в чем и, наверное, по возможности перестать это делать. Вот. То есть по возможности не идти ва-банк, а потому что это, по сути, жертвенность. Вот. Вот. Хочется вас спросить, да? Не жертвуете ли вы собой в своих отношениях с мужем? А дальше вы пишете, что муж изменил, хотя как бы, ну, измены, получается, не было. Вы пишете, когда были друг до друга одним целом, это как раз при слиянии. Изучите механизм слияния, а люди, которые являются одним целым, это не очень здоровые отношения. Лучшими друзьями хорошо, но почему вы легли спать? Идеальная семья не бывает. Сто процентов доверия не бывает. С учетом того, что вы не доверяете себе, судя по всему, да, судя по вашей реакции. Опять же идея, дружба и доверие проверяются в проблемах. Ну вот. Я не знаю, насколько у вас были значимые проблемы в жизни, но вот эта проблема, которая является, ну, объективно, не самая страшная. Ну, показывает, что доверия, как раз таки, не очень много. Пока, соответствует ожиданиям вашим, другой человек, все хорошо. Вот. Так что, здесь вот такая вот история. Вы пишете, вы пишете, что не скандалите и пытаетесь обсудить, но по факту, на мой взгляд, вы себя сдерживаете, пытаетесь рационализировать. Это не очень хорошо, помимо того, что выдает определенную родительскую, опять же, позицию, да? Вот. Ставит вас в позицию над. Вам бы лучше больше о своих чувствах говорить, о том, что, о том, какой вы себя чувствуете. Вы же как-то больше говорите про то, что он поставил на конце. Ну, это история несколько про другое, но точно не про вас. Вот. А если хотите сохранить отношения, то, в первую очередь, вам нужно объективно перестать доставать своего мужа. Вот. Потому что вы культивируете и множите идею измены, даже если он этого не хочет. Обратиться к психологу, чтобы работать с ним. И потом, возможно, вдвоем, если муж хочет, тоже пообщаться с психологом. Есть определенные приемы, которые позволяют, ну, вот, скажем так, вывести человека на то, что его беспокоит, на то, что его тревожит. Вот. Ну, обратите вот самое пристальное внимание на то, как вы ведете себя с мужем. На то, сколько это народ. Вот. Помимо этого, хочется отметить еще один важнейший аспект, как мне кажется, заключается в том, что выбирая партнера, сдержанного человека, вы, ну, наверное, опять же, наверное, приглашаетесь на определенные особенности. Вот. Вот. В том числе на то, что, вот, возможно, что такие вот нехарактерные для человека поступки. Но обратите внимание также и на то, как вышло, как получилось, что вы выбрали такого мужчину, сдержанного. Да? Не стремление ли это к безопасности и определенности у вас? Если так, то мы можем говорить о непереносимости, неопределенности. И с этим нужно отдельно работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Забыл сказать, забыл сказать, что стопроцентное доверие невозможно, потому что можно доверять себе. Только. И опираясь на доверие себе, доверяя другому. То есть, если вы уверены в себе, вы уверены в отношении человека к вам. И поступки никак это отношение не перебивают. А так получается, что вот вы говорите, что он поставил на кон все. Так вы поставили на кон все, позволяя сейчас его одному поступку перечеркнуть все ваши годы вместе и так далее. Всего вам самого доброго. Обращайтесь за помощь, вам она пригодится. Вы большая молодец, что начали об этом говорить.